Поговорим сегодня о раздаче прав. В Элемент это организовано очень хитро. И разобравшись с раздачей прав, вы сможете творить со своими чатами и комнатами все, что угодно. Можете поставить сейчас на паузу и попробовать создать в Элемент комнату, где участники могут читать только ваши сообщения, аналог каналов Телеграм. Такой функции в принципе в Элемент нет, но в конце я покажу, как это делается через раздачу прав. У меня как у администратора есть доступ к настройкам пространства. У участников тоже может быть доступ к настройкам пространства и решаю это я как создатель комнаты и администратор. И решаю я это здесь. Роли и права. Тут все достаточно понятно по-русски. И вот, например, важный или важнейший пункт — роль по умолчанию. То есть когда вы приглашаете кого-то в пространство, по умолчанию ему присваивается роль. По умолчанию. Тут некорректный перевод, но поразбиравшись я выяснил, что роль по умолчанию — это базовый уровень. В некотором смысле самый бесправный. Роли здесь имеют еще и числовые выражения. Специальные права — это роль в числовом выражении. Так вот, по умолчанию — это 0. Модератор — это 50. Администратор — 100. При такой конструкции мы говорим, что роль по умолчанию, то есть каждый примкнувший к пространству человек, становится администратором. И удалять участников то, что сейчас может ограниченный пользователь, то есть пользователь с правами 0, также может только администратор — 100. Но конструкция глупая, потому что администратор — высший уровень прав и при таком раскладе он может все, поэтому вновь прибывшим мы дадим все-таки ограниченные права, то есть 0. Тут тоже не всегда понятно. Он то ограниченный, то по умолчанию. И вот при такой конструкции вновь прибывшие не могут ничего, кроме управления комнатами в этом пространстве. Не факт, что это хорошо. Лучше тоже поднять на это уровень прав, но это вам решать. Значит, кроме настройки пространства есть еще настройка комнат. И тут свои графы, свои разрешения. Методом логического тыка я определил, что они не наследуют разрешение пространства. Если вы выберете там роль по умолчанию модератор, то есть 50, здесь останется 0. Если это так, то это не очень удобно. Ну что же, посылаем мысленную просьбу разработчикам. Так, ну тут я уже все понастраивал, поэтому создадим новую комнату и начнем разбираться с правами. Хотя тут вроде и так все понятно. Но есть нюансы. Значит создали комнату, пригласили сюда Вову Ломова. Уже есть? А, это мы пригласили не в комнату, а в пространство. В пространстве он действительно уже есть. Тоже, кстати, не совсем верно. Раз уж вы в комнате, первой и выделенной кнопкой должно быть приглашение именно в комнату. Значит пригласили. Он принял приглашение, теперь он может, например, пригласить кого-то еще. Хорошо. Возвращаемся к настройкам и у нас все вновь прибывшие с нулевыми правами. И пригласить пользователя также могут люди с нулевыми правами. А вот изменить настройки может только модератор. Проверим. Да, Вова Ломов не может менять настройки. Давайте мы разрешим приглашать в группу пользователям с правами не ниже модераторов. А удалять чужие сообщения, например, разрешим пользователям с правами ноль. А отправлять реакции, например, разрешим только администраторам. Ну, в общем понятно, да? Но как разделять пользователей? Ну то есть как определенному человеку назначить определенные права? Достаточно просто. Находим вот здесь и назначаем права. Вот. Вова Ломов у нас модератор. Информация появилась здесь. Здесь же можно поменять уровень прав. И дальше настраивать разрешение под разные уровни. Будучи модератором Вова Ломов может менять настройки группы, но не менять разрешение. Может отправлять сообщение, но не отправлять эмоции. Это мы разрешили только админам. И вот что мне понравилось больше всего. Сейчас приглашу еще одного человека. Почему я сказал, что организовано тут все очень хитро. Даже остроумно. В хорошем значении слова. Вот у нас появился некий Сергей Попов. Заходим в настройки. Находим Сергея. И даем ему специальные права. Минус два, например. Цифра в данном случае условно. Важно, что значение отрицательное. И что же мы получаем? А мы получаем абсолютно бесправного человека, который не может ни писать, ни приглашать, ни редактировать. Ни-че-го. И вот именно это я для себя выделил как главную фишку элементов. Максимум, что дают проприетарные программы — пять уровней прав. Да пусть их будет даже семь. И это хорошие программы. Здесь количество вариантов исчисляется сотнями. Примерно два десятка настраиваемых действий и четыре уровня — 0,50,100 и отрицательные. А теперь подумайте, интересно, человек с уровнем 80 будет выше человека с уровнем 70? И можно ли установить для какого-то действия порог в 75? Поэкспериментируйте. Единственное — это опять мысленный посыл разработчикам — вы можете случайно выставить себе, если вы администратор, права ниже админских. И если в комнате нет другого админа, повысить вам их уже никто не сможет. То есть группа превратится в тыкву. Ну то есть она останется, но ряд важных функций станет навсегда заблокирован. Следите за этим. А что касается вопроса из начала урока, как сделать аналог канала в Телеграм, это я покажу в следующем уроке. Но надеюсь, что до завтрашнего дня вы найдете как это сделать самостоятельно. Очень вам этого желаю.